Привет всем любителям шашечной игры. Меня зовут Олег Бурылов. И сегодня я вам расскажу, как поймать тремя дамками одинокую дамку соперника. Впервые данный способ ловли описал в своей книге «Искусство обыгрывать всех простые шашки или руководство к основательному познанию игры» шахматист Александр Дмитриевич Петров в 1827 году. Ну, этот способ был уже известен задолго до вот этой книги, издания этой книги. Оно, в частности, было известно в испанских шашках. Давайте рассмотрим. Позиция. Три дамки белых против дамки черных. Ну, во-первых, белые должны удерживать одной из дамок, так называемую, большую дорогу. Вот это самая длинная диагональ. Второе действие, которое они должны произвести, это захватить двойник. Ну, одной из дамок, занимающих не большую дорогу, занимаем двойник. Ну, верхний двойник мы не можем занять, мы занимаем нижний двойник. Этой дамкой или этой. Это, видите, занимает большую дорогу. Ну, допустим, этой дамкой пошли. Всего у нас есть 15 ходов на поимку дамки черных. Если за 15 ходов белые не успеют этого сделать, то признается партия, закончившаяся в ничью. Если 15 ходом белые успевают поймать дамку, то, ну, срубить ее, то они выиграли. То есть, первый ход. Черные, допустим, продолжают занимать линию верхнего двойника. Это сильнейшая защита. Второй дамкой занимаем линию двойника. Второй ход пошли. Теперь одной из дамок занимаем бортовое поле, одной из бортовых полей двойника. Ну, эту дамку лучше оставить. Вообще, вот эти вот поля, они как бы при поимке дамки, черных в данном случае, да, их лучше удерживать. Треугольник Петрова будет построен быстрее. Так называемый треугольник Петрова. Три. Заняли бортовое поле. Теперь черные вынуждены покинуть двойник. Если они займут бортовое поле, то белые их зажмут. Видите, сюда остается только ход, и белые ловят черных. Поэтому они покидают двойник. Четыре. И черные уходят на тройник. Пять. Прошло всего пять ходов. Белые захватили двойник. Теперь задача белых вытеснить черных с тройника. Вот эти вот диагонали. Всего есть четыре поля у черных на верхнем тройнике. Ну, могла быть и такая позиция. В принципе, то же самое. Доска симметрична. Так что, все то же самое будет. Какие поля могут занимать черные? Эти поля они не могут занимать, так как белые их срубят. Бортовые поля тройника черные занимать также не могут, так как белые поймают черных. Ну, давайте рассмотрим. Допустим, черные заняли бортовое поле и белые ловят дамку черных. Отдали одну, вторую и побили. То есть, если бы черные ушли в эту сторону, то то же самое происходит. Дамка черных ловится. Поэтому у черных есть только два поля на тройнике. Поле B4 и поле E7. Ну, допустим, заняли черное поле B4. Белые делают свой шестой ход. Занимают одно из полей на большой дороге. Дамка, которая удерживает большую дорогу. Если бы черные заняли это поле, то белые бы заняли это поле. То есть, они вытесняют черных с тройника. Видите, очередь хода черных и возникает так называемый цук-цванг. То есть, очередь хода невыгодна. Допустим, такая позиция. И белые вот заняли. Вытеснили черных с тройника. То есть, эти поля нельзя занимать бортовые. И эти также нельзя. Остается уходить только на косяк. Либо на поле D8, либо на поле H4. Ну, допустим, на поле D8 они ушли. Теперь белые строят окончательно треугольник Петрова. Вот, видите, получился треугольник. Треугольник всегда вершиной должен быть направлен к черной дамке. Видите, он направлен к черной дамке вершиной. Теперь у черных остается два хода. Либо пойти на поле A5, либо на поле H4. Ну, рассмотрим оба поля. Пошли на поле A5, допустим. Теперь, видите, дамки белых и черных смотрят глаза в глаза. Вот дамка, которая занимает большую дорогу, она отступает назад. В черных остается единственный ход. И белые их ловят. Отдали. Отдали. И побили с выигрышем. Если бы черные ушли в эту сторону, то белые опять дамкой, которая занимает большую дорогу, уходят и смотрят, видите, глаза в глаза. Так сказать. У черных теперь есть два поля. Вот, они могут занять либо большую дорогу, либо уйти на поле D8. Но если на поле D8 они уйдут, то белые их ловят. Понятно, да? Это только что рассмотрели. Поэтому они занимают поле F6. Ну, вроде бы кажется, что черные сейчас заняли поле F6. И если в течение пяти ходов белые их не поймают, то партия признается закончившейся в ничью. Есть такое правило еще. Но белые все предусмотрели. Они отдают дамку. Черные рубят. Отдают вторую. Рубят. И забирают дамку черных. Белые победили. Ну, давайте рассмотрим еще любую... А, еще такой момент интересный. Допустим. Ну, еще раз рассмотрим. Уже в другом порядке. Допустим. Пусть такая расстановка будет. Неважно. Любая расстановка может быть. Вот такая может быть. Одной из дамок занимаем двойник. Первый ход. Второй ход. Третий ход. Четвертый ход. Или сюда можно пойти. Четвертый ход. Пятый ход. Шестой ход. Седьмой ход. Восьмой ход. Пошли сюда. Девятый ход. Десятый ход. Одиннадцатый ход. Двенадцатый ход. То есть, дамка черных ловится. В принципе, за 12 ходов можно успеть. Давайте третью расстановку сделаем. Допустим, такая позиция. И еще сейчас интересный нюанс расскажу. Он важен. Очень важен. Первый ход. Ну, допустим, пошли сюда. Второй ход. Третий ход. Четвертый ход. Делаем выжидательный ход, чтобы черные вышли с углового поля. А у нас, видите, дамка уже заняла. Либо эти два поля, либо эти два лучше занимать, я говорил. То есть, она заняла это поле, и черные уходят. Пятый ход. Уходят. Даже, допустим, черные бы ушли сюда. И вот они покидают, допустим, тройник. То есть, белые до этого занимали это поле, и черные ходили под тройнику. А они покинули его. И в данном случае, многие начинающие шашисты делают, так скажем, шаблонный ход. То есть, они занимают либо эти два поля, либо эти два. Ну, по привычке уже. А черные ходят по косяку. И то есть, белые теперь строят позицию. А это, ну, как сказать, бездумная игра. То есть, дамки-то черных нет на тройнике. И в этот момент черные занимают тройник. То есть, в этой позиции должен быть ход черных, а в данном случае ход белых получился. Видите? И белые постоянно так и будут ходить туда-сюда. То есть, они так и не поймают. В данном случае, что надо сделать? Вот когда была такая позиция, то есть, допустим, черные ушли сюда, сюда, и надо занимать полностью тройник. То есть, либо эти два поля, либо эти два. Видите? Могла быть такая позиция. Неважно. Полностью контролируется двойник и тройник. Ну, и большая дорога, соответственно, черные вынуждены ходить. Только у них есть четыре клетки на косяке. Вот они по нему и бегают. Допустим, если пошли сюда, построили треугольник Петрова. Если пошли сюда, построили треугольник Петрова. Если, допустим, была такая позиция, ход белых, да, видите? Мы, если пойдем сюда, то мы не сможем построить треугольник. То есть, он направлен вершиной в пустое место. Так быть не должно. Можно сделать выжидательный ход. Либо сюда пойти, либо сюда, сюда. Куда угодно. То есть, на любой ход теперь черных белые строят треугольник Петрова. Так, пожалуйста, треугольник построим. Давайте еще раз, последний раз посмотрим. Может быть такая позиция. Любая позиция абсолютно. Занимаем двойник. Ну, если бы, допустим, черные напали, то есть, первый ход сделали, второй ход сделали, третий ход сделали, четвертый ход сделали, то есть, занимаем одну из линий тройника. Пятый ход сделали, шестой ход сделали, седьмой ход сделали, восьмой ход сделали, построили треугольник, обращенный к вершине. Девятый ход сделали, десятый ход сделали, одиннадцатый ход сделали и победили. Друзья, вот так За 12 Иногда бывает в некоторых случаях За 13 ходов можно построить Треугольник Петрова И поймать тремя дамками Владеющими большой дорогой Одинокую дамку соперника Всем спасибо за внимание До новых встреч До свидания